Уважаемые коллеги, прежде всего, работая в Институте биологии, нас интересуют вопросы, связанные с анализом растительного покрова и возможностью использовать характеристики растительного покрова как индикаторов тех или иных процессов и в большей степени индикаторов изменений климата. Объектом наших исследований, которые внесены в этот доклад, явились участки Полярного Урала по двум причинам. Во-первых, это участки, которые достаточно хорошо были исследованы наземными методами и Институт экологии растений и животных Теркоринбурга содержит там модельные площади, поэтому они достаточно хорошо обследованы инструментальными методами. И второе, эти участки характеризуются как наиболее меняющиеся по продуктивности работы, связанные с анализом прироста годичных колец, выполненные на различных территориях севера России, показали, что именно здесь сконцентрированы наибольшие изменения прироста. В большей степени демонстрировать изменения, которые происходят на участках экотонных зон, позволяют так называемый метод сравнения ландшафтных фотоснимков, развитый достаточно широко. И в настоящее время существует уже ряд монографий, которые детально показывают изменения на тех или иных участках в течение длительных периодов. В частности, в Екатеринбурге вышла монография Степана Григорьевича Шиятова. Она доступна в интернете, и любой желающий может с ней ознакомиться. Там приведены детальные координаты участков и показаны временные срезы тех или иных территорий. И вы сами можете наглядно смотреть, как осуществлялся прирост лесной растительности, увеличение кустарниковой растительности, и какие процессы на участках доминировали. Приступая к анализу этих участков с использованием материала в спутниках, прежде всего стоит вопрос, какие показатели мы будем выбирать, и какие показатели первично изменялись, какие показатели были вторичны. То есть решается такая проблема, что было первых изменений, как курица или яйцо. Для того, чтобы произвести анализ изображений, необходимо подобрать набор данных, которые будут сравниваться. И здесь большинство молодых исследователей, которые выполняют работу, делают большие ошибки. Как показывает анализ публикационной активности, в частности, связанный с выбором изображений. Беря летние изображения тех же лансатов или данных высокого разрешения, сравнивая значение индекса NDVI, берутся показатели одних дат, но совершенно не учитываются данные сезонного развития, индивидуальные особенности лет наблюдений. Поэтому в той или иной мере происходит смещение пиков развития растительности, и исследователи не полностью дают характеристику наблюдаемых трендов. Наиболее оптимальными возможностями для анализа запасов фитомассы, на наш взгляд, является все-таки анализ максимального развития или дат наступления тех или иных величин. Это позволяет отойти, как бы, мининизировать ошибку, но также несет дополнительные затраты времени по поиску таких изображений. В частности, для характеристики четырех временных срезов, для каждого года нами анализировалось по 4-5 изображений, которые в наиболее 6 степени могут между собой быть сравнимы. Другой возможностью анализа изменений является выполнение классификаций для тех или иных годов наблюдений, анализ изменения представленности классов типов растительности. На данном слайде вы видите пример анализа представленности классов ерников и кустарниковых тундр с отдельными рединами на территории Югорского полуострова. В 1934 году, в 1930-х годах на этих участках о данных типах сообществ не упоминалось, они здесь не были представлены, но сейчас уже по данным наземных полевых исследований и классификации они присутствуют. Такие данные позволяют выделить участки изменений. И вот на данном слайде вы видите участки, которые попадают как раз в класс изменений, изменения на высотном поясе лесной растительности горного массива. Красные представлены изменения, которые произошли к 2016 году. Но источником первых изображений были аэрофотоизображения. Большую помощь в анализе временных изменений различных классов растительности представляют собой данные временных серий. И большая заманчивая идея сравнить эти данные, увеличить сравнимые временные ряды и выявить зависимости. В частности, сравнение различных временных серий GIMS, SPOT и MODIS дал бы достаточно большой по протяженности временной ряд наблюдений. Но, к сожалению, данные достаточно сложно сравнивать, поскольку они имеют разные диапазоны электромагнитного излучения. И при анализе изменений мы получаем различные совершенно тренды, которые рассчитаны для одних и тех же лет по одним и тех же методам. То есть мы берем максимальное значение для этих лет наблюдений и рассчитав тренды, эти тренды совершенно разные. Здесь коэффициенты представлены корреляцией между этими продуктами. Ну и наиболее целесообразным или приемлемым на сегодняшний момент, конечно, является анализ данных MODIS. В частности, наиболее приемлемый показатель – это максимальное развитие фитомассы или максимальное значение показателя MODIS. Отобрав для каждого года максимальное значение, можно весь временной ряд представить в виде тренда изменений. Территория Севера Евразии была покрыта изображениями и рассчитана картина, которая показывает наличие значимых изменений на территории. Данный слайд мы на предыдущей конференции представляли. И эти все изменения могут быть подтверждены и корпусом литературных публикаций, которые в настоящее время уже присутствуют. И здесь вы как раз видите обследованные различными авторами территории, где изменения были достоверно подтверждены. Наибольшие изменения на территории отмечены в тундровой зоне. Не затрагивают они практически лесотундровые районы. И на территории Европейского Северо-Востока такие изменения сосредоточены в районе Северного Тимана. Если посмотреть причины этих изменений, то можно видеть, что в основном территории, которые были подвержены изменениям, включают в себя кустарничковые и мелко-ерниковые сообщества. Прирост индекса NDVI на них в различные годы в один и тот же сезон достаточно одинаков. То есть достаточно хорошо представлен. И сравнив данные MODIS и LANSAT по форме и по интенсивности, эти данные тоже достаточно хорошо коррелируют. То есть независимые источники данных подтверждают наличие прироста. Пример данных сообществ представлен на этом слайде. Нами брались материалы укосов с участка поверхности. И примерно можно говорить о увеличении сухой зеленой фитомассы примерно на 2,5 сантиметров с гектара. Если посмотреть климатограммы для данного участка наблюдений, можно видеть, что как раз для периода наблюдений отмечен достаточно интенсивный рост температурных показателей в летний период и увеличение количества осадков. Вторым благоприятным фактором для интенсивного развития и прироста зеленой фитомассы на данных участках явилось существенное снижение влияния оленеводства, практически двукратное падение численности оленей. И именно благодаря этим двум факторам на этих территориях произошел такой рекордный подъем продуктивности. Обратную ситуацию мы видим на территории Ямала, где рост поголовья оленей привел к тому, что практически большая часть территории полуострова в настоящее время характеризуется наличием деградированных пастбищ и отмечено практически трехкратное снижение продуктивности растительных сообществ на территории тундры и лесотундры Ямала. Если мы посмотрим данные изменений МОДИС, также видно, что в начальные этапы периода роста температуры наибольшей степени представлены процессы деградации растительных сообществ. В последующие годы интенсивность деградации снизилась, увеличился рост прироста зеленой фитомассы за счет именно форм растений кустарников и кустарничков. Вернемся к участку, расположенному на Полярном Урале. В литературе представлены данные, в которой показано, что наибольший прирост на модельных участках относятся к периоду 2004-2011 годов. Ну и попытаемся выяснить, сможем ли мы определить этот прирост по материалам спутниковой съемки. Была проведена классификация растительного покрова участка. Лесные сообщества в меньшей степени характеризуются разделимостью классов, но для большинства классов тундры земной поверхности разделимость достаточно высокая. Если посмотреть климатограммы этого участка, опять же мы наблюдаем, что для периода съемок и период съемок выпадает на период роста температурных показателей, после периода более низких температур. Данные для оценки съемка достижения брались также для периода потепления. И в меньшей степени различия представлены для количества выпавших осадков на территории. Ну и рассчитав отдельное значение NDVI, можно увидеть, что происходит постепенное увеличение индекса для на всех, во всех классах растительного покрова. Также происходит увеличение сомкутности, оцененное по методам разделения спектральных смесей, также для всех древесных и кустарниковых сообществ. Ну и интересно посмотреть, одинаково ли реагируют на изменения все классы растительных сообществ и какие показатели будут наиболее чувствительны к данным изменениям. На данном графике вы видите как раз сравнение двух показателей для одних и тех же временных периодов 1987-1918 годов, изменение интенсивности прироста индекса NDVI и изменение показателей сомкутности. Сомкутность значения индекса NDVI. Видно, что для отдельных классов наиболее чувствительные показатели изменений связаны с увеличением фитомассы. Для других классов, в частности, разреженных лиственичников, показатель сомкутности существенно возрос на данных временных интервалов. В наибольшей степени подверглись изменениям классы, представленные мало сомкнутыми классами древостоев, с сомкнутостью порядка 25-40%. Для тундр участка характерно по индексу NDVI резкое снижение также на территории, что опять же связано с ростом пастбищного оленеводства при Уральском районе. Изменение показателя сомкнутости на территории увеличивается в течение всего периода наблюдения. Если на промежутке 87-92-го годов изменения сомкнутости практически не наблюдается, вы видите один класс для редколесий лиственичных, либо для хвойных лесов, то для периода 87-го 2014-го годов данный показатель уже существенно трансформирован, интенсивность его увеличилась как для класса редколесий, так и для сомкнутых древостоев. Примерно аналогичные изменения наблюдаются и в отношении индекса NDVI, однако для большинства сообществ данные изменения менее представлены. На этом можно сделать вывод, что при оценке тех или иных видов изменений прежде всего необходимо учитывать классы растительных сообществ и выбирать уже в качестве индикаторов те или иные характеристики. Благодарю за внимание. – Спасибо. – АПЛОДИСМЕНТЫ – АПЛОДИСМЕНТЫ –